Музыка Меня зовут София. Я приехала из Ашу-Гарды со своей мамой, со своим мужем. Я до последней минуты не знала, что я приеду, потому что были сомнения, потому что мама чувствовала себя неважно. Но в какой-то момент все стало ясно, и мы поехали. Много любви сныны, что мама перенесет долгую дорогу. Я была уверена, что ничего не случится, и я передала эту уверенность своей маме. И это было действительно так. Мы приехали. Мама была немного удивлена, немножко разволнована. Но все-таки она смогла себя собрать, сделать так, чтобы у нее прибавилось силы. И вот мы теперь здесь. Я хотела давно... У меня были давно мысли о встрече с Богом. Потому что ситуация в моей семье в данный момент очень тяжелая. Но и не только потому. Потому что у меня мучили воспоминания о детстве, тяжелые события в детстве. Сны, которые мучили меня. Хотя я этих моментов даже не видела, мне рассказывала моя старшая сестра. Но постоянно меня начали вот эти сны. Я видела детские руки, которые вытирали кровь со стен. А потом пришли сны, когда я начала сопротивляться тому, что меня мучило. Я подумала, что, чтобы вот это все совсем забыть, я должна простить этим людям. Простить раз и навсегда. И забыть, вычеркнуть все это из своей жизни. И поэтому я приехала сюда. Я поняла, что я здесь могу все это получить. И здесь решится моя дальнейшая судьба. Ситуация такая, что два любимых человека тяжелобольные. И я благодарю Бога за то, что Он привел меня сюда. У меня теперь будет сила бороться с этим. У меня теперь будет сила посвятить себя Богу. Любить Бога. Верить Богу. Во всем положиться на Бога. Я знаю, что моя сестра выздоровеет. Я уверена в этом. И Бог поможет мне. Что-то получилось здесь. Эти три дня были не напрасны. Потому что я поняла, что здесь моя семья стала еще больше. У меня пятеро детей, пятеро внуков. Все они замечательные люди. Я горжусь этим. Но семья теперь мне стала больше. Я чувствую себя свободно. Я чувствую себя хорошо. Мне легко. Я бы могла говорить и говорить. И я чувствую, что у меня прибавилось силы, уверенности. Я могу теперь с уверенностью сказать, что я могу многого достичь, полагаясь на Бога. Потому что Бог любит меня. Я это знаю. И я люблю Бога. И я буду идти до конца вместе с Богом. Потому что я дитя его. Аминь. Аминь. И где дальше? Меня зовут Александр. На самом деле я был утвержден уже в своем убеждении. Здесь я получил просто откровение от Бога. Я очень легко сюда приехал. Без всяких трудов. Без всяких сложностей. И я могу сказать, что я наконец-то здесь получил цель. Я в ней еще больше утвердился. И на молитве посвящения мне Господь показал план. Аминь. Аминь. Все, зачем я сюда приехал, я получил. Я благословляю тебя, кто еще не пришел сюда. Ты будешь обязательно здесь. На первом энкаунтере я уже свидетельствовал о той причине, которая меня призвала эта болезнь. Потом я свидетельствовал о своем исцелении. Первый стих, который мне пришел, значит, попался, который я увидел в Библии после этого, как раз тот самый, что вот теперь ты здоров, так иди, не греши больше, как бы не было чего хуже. Я помнил об этом стихе, и я отошел от креста. То есть я опять подсоединился к миру, ударился во все тяжкие. И вот через год я снова в больнице с еще более тяжелым диагнозом. И вот через год я опять на энкаунтере. Цель этого энкаунтера, или вернее то, что я получил здесь, это то, что я опять вернулся к кресту. И хочу заверить всех, кто после энкаунтера забывает все то, о чем здесь говорилось, или все то, что Бог высвобождал через служителей. Я хочу сказать, что крест – это самое безопасное место во Вселенной. Слава Богу! Аминь! Аминь! Аплодисменты! Меня зовут Вич Спад. Я приехал к своему другу Юре. Он мне рассказывал про энкаунтер. Я теоретически хотел попасть, но практически я ничего для этого не делал. Потом одномоментно было принято решение. Куплен билет, и я прилетел из Москвы. Когда я здесь оказался, у меня сомнения были. Ну, я не понимал до конца, что я здесь делаю. Но это сомнение очень быстро ушло. Я с удивлением увидел люди, которые здесь находятся. У них человеческое отношение между собой. Это давно уже стало, скажем, экзотикой. Потому что в мире, в котором я вращаюсь, у всех маски на лице. Все говорят то, что нужно говорить. И практически мало кто понимает, зачем вращается в этом колесе. Бегает по кругу. Я получил здесь понимание, как мне идти и куда мне идти. Спасибо всем здесь, присутствующим. Алина. Здравствуйте. Меня зовут Лариса Роскова. Я приехала из Китсмена. На первый энкаутер, который проходил, мы просто слышали разговоры. И на второй энкаутер я отправила своего мужа. Говорю, в общем, поезжай. Он вам уже свидетельствовал. Кто не знает. Говорю, ты поезжай, посмотрим, что из всего этого получится. Ну, у нас в семье были большие проблемы. Мы уже собирались разводиться, потому что абсолютно отсутствовало взаимопонимания между мной и мужем. Но меня всегда пугало то, что я останусь одна и у меня нет документов. Поэтому думаю, ладно, я еще с ним немножко поживу, когда получу документы. И так уже немножко это поживу, но в кермале 20 лет. А в 2014 году у нас будет 30 лет, как мы женаты. Я всегда думала, да, когда же придет амнистия. И меня пугало больше всего это, что если я с ним разведусь, что же я буду делать одна, без документов. Меня, наверное, отсюда тоже отправят, дети. Ну, в общем, все были такие страхи. И я Саше сказала, говорю, ты поезжай. Он сказал, да, я хочу спасти нашу семью. И я сделаю этот шаг. Он приехал сюда. Пробовал здесь три дня. Приехал домой. Несмотря на то, что у него здесь сломалась машина. Все ребята его поддержали. То есть помогли ему. Сергей его благополучно доставил домой. Ну, я его встретила с таким сарказмом. Говорю, ну что? Ну как? Твои дела? Видишь, как все получилось? У тебя и машина сломалась. Вот так тебе и надо. Он на меня посмотрел и говорит, ну ты знаешь, я тебя люблю. И он продолжал мне это говорить на следующее утро, на следующий день. Он всегда говорит, я тебя люблю, такая, как ты есть. Я говорю, ладно, ладно. Три дня уже прошло, давай уже меняйся. Становись таким, как ты был. Поедай уже. Хватит. Ну, он говорит, это на самом деле, потому что я получил на этом энкаутере любовь от Бога, Бог вселил в мое сердце, любовь к тебе, к нашей семье. И я благодарю тебя за твою верность, он написал мне в письме. Хотя на тот момент я хотела пойти и изменить ему. Пока он был все это время здесь. Но Бог эти три дня работал со мной. Дочь моя пришла, старшая, она говорит, мама, ой, ты такая красивая сегодня. Я говорю, ну да, папы же нету. Мне волноваться нечего, мне все хорошо, мне даже пить не хочется, я там вино или еще что-нибудь. Но я не понимала, что Бог вел свою работу. В то время, когда муж находился здесь на энкаутере, он молился за нас, потому что ему не все равно, и Бог не на стороне разводов. Но чтобы в нашей семье все наладилось, чтобы Бог вел свою работу, я также должна сделать этот шаг. На энкаутере я ехать не хотела. И мне муж сказал, если ты меня любишь и любишь детей, то ты поедешь и получишь от Бога то, что Он для нас приготовил. Ну я говорю, ладно, я поставлю знамение. Мне позвонил пастор с церкви Вюсбург Алексей и сказал, что поставь знамение какое-нибудь, чтобы Бог исполнил, чтобы ты поняла, что это действительно Бог желает этого. Ну думаю, деньги, ладно, деньги приходят, уходят, деньги это. Ну я скажу, вот пусть поедет Диана. Диану я знаю давно. Ну я почему-то рассчитывала, что она не поедет. И думаю, ну хорошо, ладно, пусть Диана поедет, я тоже поеду. И в четверг уже нужно было собираться, я должна была позвонить ребятам в церковь, сказать о своем решении, что я еду. Ну я ей не звонила, потому что я Диану телефон, номер не знала. Думаю, ну как все хорошо, складывается, никуда ехать не надо. И тут приходит в среду муж с работы и говорит, мне позвонил Сергей Драленко и сказал, что, ты знаешь, где она даже вот едет. Ну Лариса, как теперь твое решение? Бог ответил? Ты получила ответ на свое знамение? Я говорю, да, ну хорошо, получила, но я все равно не проеду. Ну потом, как бы пришла такая ясность, что с Богом нельзя играть. Если Бог взялся, то есть как бы Он хочет меня изменить, хочет восстановить нашу семью, наши отношения. Ну я решила приехать. И самое главное, что я здесь поняла, для меня было это очень страшно, признаться самой себе, что я отошла от Бога. Я всегда всем говорила, нет, я верующая, у меня все хорошо, хотя я продолжала жить на полную катушку с миром. Ко мне опять вернулись все мои друзья, которые, я сейчас говорю вам, если вы это будете смотреть, я прошу за вас также, Бога, чтобы вы испытали то, что испытала я сегодня, именно сегодня. признаться самим себе в своих грехах. То, что ты отступила от Бога, отошла. Но Бог вас любит, Бог любит и меня. И Он принимает меня, Он никогда не отталкивает. И я благодарна вам всем, ребята, что вы все здесь, что я смогла признаться себе в этом. Спасибо вам всем большое, я вас всех люблю. Меня зовут Иоанна Скицинина. Почему я здесь? И я последняя за неделю до того недавно познакомились вот с Николаем, еще есть один из Хайма и Липа. Я думаю, мне тяжело в моей команде переводить им. Там идет сначала служба на английском, потом на немецком, потом на русский. И еще какая-то вот у меня появилась, никогда давно уже не было, не болело. Бог все забрал. А тут вот крепота идет, идет, и до сих пор. Я думаю, нет, сколько бы ни болелось. Я говорю, надо, наверное, будет так сделать, я их заберу и поеду к вам. Так и было. Кристина из Китилина, одна сестра, она нас довезла до Петербурга. Николай еще сопротивлялся. Я говорю, мы сядем сейчас на трамвай и поедем в русскую команду. Так и было. Иван сразу согласился. Мы поехали. Вот так очутились мы здесь. На энкаунтере я ничего не знала абсолютно. Я только знала, что если в последний момент получится поехать, потому что эти выходные я работать должна. Только то, что ребятам пройти надо, Николаю уезжать надо, потому что ему надо подкрепиться, ему пророчество было. И хорошее, чтобы противостоять врагу, ему надо было бы в вере укрепиться. И дедря три дня было бы подкрепиться здесь, но не получилось. Радость, что ли, Иван здесь. Ну, я поехала, сомнения были, но я знаю, что Господь действует везде, где нас двое или трое, Он везде действует. Новое откровение, новое пробуждение. И это, ну, так и есть. Много высвободилось во мне, потому что Господь меня поднимает с самого праха, из тьмы поднял. Когда я агрета была, я пришла через Ларису к Иисусу в 2005 году. До этого я уже разведена была. Я думала, ну, всё, я в своей жизни всё прошла. Теперь только спокойная полоса моей жизни начнётся. Но Иисуса я не знала. И тут меня нагрела, да так нагрела тьма, что я побежала каяться. Я упала, как вата. Это первое знамение было, я вообще своего тела не почувствовала. Было столько оков, и я искала, естественно, помощь, помощь от людей, в первую очередь. Слово я ещё не знала. Я сорвалась, уехала в Россию. В России была очень большая борьба с тьмой духовной. Я не боялась, и тьму я вообще не боялась. Я знала уже, что такое, то, что вот греха касается этого и другого, откуда оно, это различие было, но то, что я противостоять не умела, я была в гневе. Господь говорит, да не взойдёт ваше солнце во гневе. А оно зашло. Была тьма надо мной. И когда в один прекрасный момент я в России была, мама была в домике рядом, а я была в другом домике, в нашей деревне все фонари были выбиты, тьма, даже в переводах, невозможно было видеть ничего, ночью, и только в песне надо мной были. Я не могла даже глаз закрыть, не подумать ничего, какая-то манна на мне была. Я начала молиться только отче нашей молитвы. Я молилась, наверное, спустя час-полтора, я не знаю, я со счётом сбилась, сколько я молилась, и вдруг появляется свет в виде. В его присутствии тьма сразу отошла в сторону. И, естественно, я даже не почувствовала его прикосновения, но тьма вся сразу в сторону. Это буквально какое-то время, мгновение, потом опять всё закрылось. С тех пор я иду с Богом, боюсь опять, много непониманий, конечно, вернулась, потом путь, дорогу открыл Бог в Германию, я сказала просто себе, я доведу это до конца. И вот иду я, ломлюсь дальше, я встала оттуда, сначала в одной команде, в Китси-Мине, потом пригласили в другую. И сейчас я, как все уже знают, в американской этой команде, но там Господь сильно много прорёт, делал, где вообще в незнании, в неведении была, что происходило. сначала свет, что это, откуда. Бог использовал у меня всё, что творится, и всё, что Он хочет сделать. План Его идёт, и Слово Его за Ним последнее. Слава Его вечная, Валерий Крисков. Валерий Крисков. Валерий Крисков. Спасибо, ребята. Всё, что пережила за помощь вашу, всё, что происходило. Здорово, что такие команды собираются, существуют, когда-то этого вообще не было, тяжело в этом мире противостоять, когда ты встречаешься с этим, с тьмой совсем и стоишь один, когда даже тебе христиане не могут помочь. Вот это самое главное и сильное должно происходить то, что Бог хочет сейчас сделать. Его церкви, Его сильная церковь, где люди из мира этого приходить будут и днём, и ночью служение должно быть. Это вот моя цель была, когда я сама оттуда вышла. и забудет с тобой уже есть. Я люблю вас всех. Здравствуйте, меня зовут Иван, я из Грузии, я приехал в Германию, у меня были проблемы. Я всегда считал, что можно легко как-то достать деньги, заниматься такими делами, что Богу не угодно это. я познакомился с Дианой рассказывал, как я сейчас рассказывал, так. Вы приехали в американскую, понимаете, также были в немецкой. Диана сказала, что я не могу переводить, есть, что русское, и пойдем туда. Я говорю, обязательно, конечно, пойдем по-русски легче понимать. и вот так попал я сюда к вам. Я что хочу сказать, во-первых, я хочу поблагодарить Господа, что я попал сюда, во-вторых, всех вас, я вас всех люблю, и мои братья, сестры. Я богат тем, что вы со мной рядом, что я с вами. В жизни я больше ничего не желаю. Самое главное, что перед Господом я понял, я потому здесь нахожусь, я узнал действительно за эти три дня, кто такой Бог, как Он нас любит, как Он помогает, поддерживает. Спасибо, Господи, за все, что ты для нас делаешь. Также всем спасибо другое. Спасибо.